На выходных футбольный клуб «Шериф» Британец Сьерри Неверс празднует первый свой гол за «Шериф». До этого за «Желточерных» англичане не играли. Неверс поставил точку в матче с Викторией из Кишинева. 2-0 в первой игре четвертьфинала Кубка. Кроме Неверса за «Желточерных» дебютировали еще 7 новичков. За центр обороны отвечал бразильский дуэт Бернардо Вилар и Де Фрейтос. На правом фланге еще один англичанин – Тайлер Рид. В полузащите вышли уругвайцы Фернандес и Феррейро. Первый матч после возвращения в Тирасполь сыграл и Михаил Гечев. Это событие отметил голом. Во втором тайме тренер «Шерифа» Роман Пилипчук выпустил на замену нападающего из Колумбии Виллинтона Апонса. Как минимум своими габаритами он впечатлил. Команда новая, вы видите, поэтому очень большой объем работы проделали. Цели те же, там функциональное состояние. Потом за столь короткий срок надо было наладить игровые взаимодействия. Кто-то выглядит лучше, кто-то хуже выглядит. Ну и игроки так и приезжали, каждый в разном состоянии. Надо было привести к общему, поэтому и понимаем, что есть волнообразное такое состояние, которое не очень радует. Тишиневская «Виктория» предсказуемо играла от обороны, всей командой. Отбивались даже не на своей половине, а в своей штрафной площадке. Ждали своего момента. Один шанс был еще в первом тайме, при 0-0 на табло. Но мимо. Сотни болельщиков на трибунах выдохнули. Больше гостей к преднестровским воротам не подбирались. Мы ожидали, что соперник приедет и будет играть глубоко в обороне. Ожидали, что будет сложно вскрывать. В первом тайме достаточно много моментов, которые надо реализовать. Тогда бы соперник раскрылся. А, конечно, с каждым разом, когда ты не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь, соперник получает где-то уверенность. А во втором тайме вообще шесть человек играли в линию. Уже вскрывать надо было индивидуально, а индивидуально нам не хватило. Шериф на контроле, Шериф зарабатывал моменты, где-то включили фланги, плюс индивидуальное мастерство начало сказываться в плане перед штрафной. Обыгрывали, создавались моменты. Классом, скажем так, берут и доводят матч до логического завершения. Это взгляд со стороны от экс-нападающего Шерифа, а сейчас крутого тренера и игрока Авангарда ТВ ПМР, Игоря Пикущака. Он говорит, по игре с Викторией трудно делать какие-то серьезные выводы. Нужно время. Следующий матч Шериф сыграет против Дачи и Буюканы на малой арене в субботу. С этой игры для преднестровского чемпиона начнется вторая фаза Суперлиги Молдавии.